Здравствуйте! С вами Мастер Спорт, а программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Бенди. В нашей стране этот вид спорта знают как русский хоккей. Гонять клюшками мяч по льду у нас начали еще в 10 веке. И в разных регионах эту игру называли по-разному. Клюшкование, клюшки на льду, загон, юла, погоня, шарение и котел. Какой он русский хоккей сегодня, мастеру спорта расскажут тренеры команды «Медведи» Александр Егоров и Андрей Потапов. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы принесли коньки, вроде похожие, но совсем другие. А уж о клюшках надо, наверное, поподробнее. Вот четыре разных клюшки у вас. Наверное, начнем с мяча, потому что даже турниры, если вспомнить, они назывались «плетеный мячик». Как есть золотая шайба, здесь параллель между шайбой. Сейчас он сделан из пластика, внутри пробка деревянная. Раньше были плетеные мячи, они плелись из ткани, внутри также была пробка, и примерно они такого же размера были. Он менялся, мячик то больше, то меньше, тут не уследишь за этим. Все это сделано для зрелищности. Что касаемо клюшек, они разделяются по номерам, с единички до пятерки идут. То есть почти как в гольфе, там тоже у них по номерам. Да, да, да. Давайте поподробнее тогда. Единичка, двойка, тройка, единички. Вот нет, вот с тройки начнем. Троечка, тут меньше крюк, меньше загиб крюка. Для чего эта клюшка? Ну, троечка легче бить, удар. В основном каждый игрок индивидуальный. Там говорят, что, хоть есть такое поверье, что нападающий играет пятеркой, или там четверкой, тройкой, это без разницы. Каждый подбирает себя индивидуально, кому удобно. Я вот четверочка играю. Тут в чем разница? Я играю в нападении четверочка. Ну, здесь крюк побольше, чем у тройки, если посмотреть визуально. Вот так приложить, видно, что четверка больше крюк где-то. Подлиннее, да? А пятерка еще больше. А пятерка, да, она еще больше. Вот тройка. Производители разные. Вот это вот, Венесбург, это Швеция делает клюшки, естественно, они подороже. Тиса это делает Украина, если не ошибаюсь. И Стекс, это наш производитель. Мороз, российская. Да, это российские, они вот делают. Клюшечки какие все-таки лучше? Какого производителя? Ну, естественно, шведские. Есть карбоновые. Подождите, русский хоккей, а шведские клюшки лучше? Все зависит от закладных материалов. Древесины качественные используются. Кстати, да, вот если раньше в канадском хоккее были тоже деревянные клюшки, сейчас перешли на пластик. Здесь, я смотрю, у вас дерево. Есть, есть также карбоновые клюшки, которые ремонтируются, там цена от 13 тысяч у них начинается. Дороговатые клюшки, удобные. А качество игры влияет? Да нет, я в принципе думаю, игрок должен уметь любой клюшкой, в принципе, играть, даже к чергой. Если в футболе и в канадском хоккее есть положение вне игры, в русском хоккее есть такое? Также, да, положение вне игры. Как оно считается? Также считается, когда игрок противоположной команды оказывается раньше, чем мячик. То есть тут ничего... Чем мячик где? Ну, в футболе, вот если на стандартной площадке мы играем, не ринг-хоккей, да? А стандартная площадка, где там вне игры? Также, если игрок убегает за защитников, ему следует пас. А, как в футболе. Как в футболе, да, потому что и игроки, вот я в Ульяновск ездил на кубок играть, там были команды Волга, Родина, и все, когда начинается атака чужой команды, все кричат, игроки противоположные, вышли, вышли, пойдем, выйдем. Специально выходят, чтобы оставить игрока у себя за спиной. Когда идет заброс, игрок, естественно, получается положение вне игры, то есть профессионалы знают, как это умеют и следят за этим. Так может быть, уже отвлекаясь от русского хоккея, какую-то рекомендацию дать футболистам нашим из Крыльевского совета? Может, пусть они зимой в русский хоккей играют, тогда и результат будет другой, как вы считаете? Ну, мы хотим возразить, да, традицию, советовать мы профессионалам не будем, Крыльев Советов у них свое видение, но вообще, как физическое, зачем, как говорится, изобретать велосипед, если он уже есть, если раньше это использовали наши предки, как говорится, они играли. Да и неплохо играли. Окей, с мячом. Я не думаю, что результат от этого хуже будет в футболе, я думаю, результаты возрастут. Но это наша жизнь. А вот еще вратарская позиция, поподробнее об этом расскажите, тоже уникальная форма и клюшки нет, правильно? Угу. Работают только перчатками. Перчатки оснащены губкой, то бишь они ловят мяч. Мяч прилипает? Нет, ну, тут уже движение рук в вратаре. Как бы ловит, смотрит, где игрок свободно открывает, и уже мяч бросает ему. Как бы вот так. То есть свистка нет, когда ловится мяч? Нет. Нельзя его отбивать. Можно ловить его. То бишь, чтобы направлений руки не было в вратаре. Если будет, то уже пенальти. А пенальти он как проводится? С места бьется, как в футболе? С места, да. С места, как в футболе. Что с детьми? Как сейчас обстоят дела в детском хоккее? Детский хоккей в Самаре. Вот мы стали возрождать эту тему вдвоем с Андреем. На базе лицей созвездия пробовали. Первые такие вот пробнички мы заливали поле. Набрали детишек. Учили с нуля кататься на коньках. Основная стойка, скольжение, прием, передача. Сейчас мы перешли в коробку. У нас есть один раз в неделю. Мы на стадионе «Салют» на мехзаводе, который тренируемся. Нам дали время. Долго мы искали стадион. Нас не хотели брать никуда. Это почему? Потому что время все расписано. Плотность у всех. В основном ночная лига на хороших условиях тренируется. Им отдает лучшее время. Детские команды, конечно, бедствуют. Потому что льда очень не хватает. Мы собираемся в воскресенье в 8 часов утра у нас сначала. Естественно, по финансам мы тоже не вытягиваем. С родителей складываются. Но это хватает всего лишь на один раз в неделю. А лед дорогой получается? Лед очень дорогой. И поэтому время такое утреннее. Потому что дальше там еще дороже. А сколько утром лед стоит? 5-400 стоит. Один час. А часов в 6 это уже где-то 10? Да, уже в 10. Тяжело, естественно, за один час. Хотя бы три тренировки в неделю. Мы обращались уже. И Путину писали письмо. Там перенаправляют эти письма. Шляхтину. Вот ваши дальнейшие планы развития. И как вы видите, как тогда развивать русский хоккей в Самаре? Ну, мы будем... Мы не будем это бросать делом. Будем так же тренироваться. Один раз в неделю сейчас пока. Скоро вот уже снег первый выпал. Будем заливать так же лед своими силами. Будем двигаться на стадион «Динамо». Нам пообещал Долгов Владимир Алексеевич. Да, время. Время, что будет время. И обещал на «Маяке» еще дать нам время. То есть у нас два раза будет на крытой ледовой арене. И, естественно, на большом поле. Потому что не стоит забывать. Русский хоккей – это все-таки на открытой, на большой площадке. Там и скорость другая. Можно, в принципе, много времени иметь в коробке в хоккейной. Но когда ты выходишь на большое поле, это совсем другое. И удар, и видение игры, и диагональные переводы мяча, и остановочка мяча. Все это совсем естественно. Раскатка, игра совсем другая. Отличается от хоккей-шайбы. Вот одна команда «Медведи». Вообще планируете еще создать несколько команд? Хотим женскую еще. У нас есть… С нами вместе раньше играли. Команда раньше была «Самарянг». Вот как бы они тоже хотят, но пока. Пока только хотение. Да, если посмотреть на северные регионы. Архангельс, Иркутс. У них там ребята не ходят, как у нас с шайбой, с клюшкой для шайбы. Они ходят вот с такими вот мочевыми клюшками. Все ходят на соревнования. Очень много школ. Футбол, я считаю, в Самаре вот тяжело. Альтернативы нет для детей. Есть либо футбол, Королесовет все знает, либо комета, там, ЦСКА, ВВС, куда отдавать. Я думаю, что такого не должно быть. Надо все виды спорта развивать. Зимой какие соревнования все-таки будут проходить по-русскому хоккей в Самаре? Да, у нас уже. Или пока только тренировки? У нас запланировано 20-е число в городе Сызране на новой ледовой арене запланирован чемпионат области. Будут детские команды. Среди каких команд? Команда Черемшан, Димитровград из Ульянска, если приедет Волга, покажут мастер-класс. Мы будем рады, только ждем всех. Это был «Русский хоккей» на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках Горда Эс. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова